Доброе утро, дорогие телезрители! На прошлой неделе завершился конкурс «Предприниматель 2014 года». Этот конкурс проводится с целью выявления предпринимателей малой и средней форм, добившихся наибольших успехов в своей финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году. Напомним, конкурс проводится впервые Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в 2014 году. И вот как раз сегодня в нашей студии у нас гость, победитель этого конкурса в номинации «Лучший франчайзер» Сергей Бровцев. Доброе утро, Сергей Владимирович! Доброе утро! Проект «Стало мало» или, как его можно назвать, «Комиссионка будущего». Как вообще возникла идея создания этого проекта и что вам дало участие в конкурсе «Предприниматель года»? На самом деле мы провели достаточно большой анализ по рынкам, то, чего менее всего представлено на рынке. И в какой-то момент для себя поняли, что ниша современных комиссионных магазинов, где можно достаточно быстро, легко получить вот эту услугу, сдать какие-то вещи, из которых дети выросли, может быть, поменять, купить новые вещи. Посмотрели, изучили мировой опыт, как это выглядит в Европе, как это выглядит в Америке. И вот было принято решение с группой инвесторов сделать данный проект. И мы полтора года назад запустили данный проект, который на сегодня стал участником и победителем данной номинации. И здесь хотелось бы отметить, что это не только мы, а это ряд еще инвесторов, которые в этом проекте участвовали. И данный проект, он не только носит коммерческую составляющую, но еще и социальную направленность, что на сегодня, наверное, тоже очень важно. Расскажите об этом подробнее. Все-таки это не простая комиссионка, это ведь не магазин, в нем еще, помимо этого, много других проектов проводится. На самом деле, да, комиссионка это только часть, это то, где, условно говоря, каждый человек может прийти, сдать вещи и купить вещи, причем достаточно высокого качества. И при этом есть социальная составляющая. Мы являемся партнерами нескольких благотворительных организаций, фондов, с которыми периодически проводим совместные акции, совместные акции, как на территории Перми, на территории Москвы. И дальше эти акции идут направлены на определенные категории граждан. Мы много работаем с детворой в этой части. Плюс в рамках этого же проекта существует такая история для мам, называется «Между нами мамами», где, в принципе, идет обмен опытом, обмен какими-то идеями. И эта история развивается дальше. Там есть много интересных вещей, где мамы, которые имеют деток маленьких и немаленьких, могут как-то себя проявить. Активные мамы. Активные мамы, да, могут себя проявить. И, соответственно, как-то себя, наверное, более качественно в обществе заявить. Тем более, как правило, есть чем похвастаться, кому что рассказать. Поэтому здесь такая история двоякая у нас. Проект громко уже себе заявил в Пермском крае. Где еще появятся такие магазины? На самом деле планируется охватить практически всю Россию и ближние зарубежья. Мы буквально в сентябре участвовали в федеральной выставке франшиз и оттуда получили достаточно большой поток заявок. Сейчас ведутся переговоры с франчези. И франчези есть не только из России, а из соседних регионов. Это Казахстан, это Белоруссия. Там, где, в принципе, люди тоже готовы этот формат как-то внедрять. Вот сейчас с ними ведутся переговоры. Я думаю, что в ближайшем будущем откроются несколько магазинов еще в Пермском крае, уже в области. И дальше будут открываться магазины. Мы планируем примерно в следующем году 20-25 магазинов открыть по России. А так сказать, сколько будет их всего, очень трудно. Потому что, как практика показывает, интерес проявляют не только большие областные центры, но и небольшие города, города-спутники, где пользуются спросом данный формат магазинов. Сергей Владимирович, я вас еще раз поздравляю с победой в конкурсе. Желаю процветания вашему бизнесу и новых интересных бизнес-идей. Впереди коммерческий блок и снова вернемся в студию. Субтитры создавал DimaTorzok